В Люберцах живет герой Советского Союза Николай Бездетнов. Он мечтал посвятить свою жизнь спасению людей, но судьба предподнесла ему другой подарок. Испытывать новые летательные аппараты. Ему покорились более 10 типов вертолётов, в том числе и легендарная чёрная акула, которая открыла новую страницу боевого вертолётостроения. 7 апреля Люберчанину исполнилось 88 лет. Накануне дня рождения к нему в гости заглянули мы. Когда ты ещё курсант, то ты летаешь. Простые вещи выполняешь, а готовишься к сложным всё время. В полёте всё время надо мозгами бежать впереди самого себя. Николай Бездетнов родился на Урале. Мама работала бухгалтером, отец преподавал физику и математику в школе. Любовь к точным наукам передалась и мальчику. Научился удерживать в голове довольно длинные логические цепи. Когда что-то ты продумываешь, и когда до конца ты решений этого не видишь, элементов не хватает, значит, ну ищешь их, останавливаешься. Время проходит, появились новые данные, ты продолжаешь эту логическую. То есть это в работе, мне в лётной работе, особенно воспитателям, помогло очень сильно. Курсантом военно-авиационной школы первоначального обучения лётчиков он освоил учебно-тренировочный самолёт Як-18 и бомбардировщик Ил-28. Когда окончил авиационное училище, ему предложили лётные испытания самолётов. Сначала Николай Бездетов покорил Ми-4, а вскоре ему поддались все винтокрылые машины конструкторского бюро Камова, начиная с вертолёта К-15. Я когда начал осваивать эти вертолёты, не очень устойчивые были, но очень маневренные там. И у меня много было таких пилотажных моментов освоенных, которые я сам потихонечку достал. Там у нас лопасти, были случаи схлёстывания. Я над этим очень много работал. Прежде чем выполнять задачу, я себе это представлял. Суть эту проигрывал её, так сказать, а потом шёл выполнять. Николай Бездетов испытывал вертолёты в самых непростых погодных условиях. Только представьте, Арктика, ночь и качающаяся палуба ледокола. Туман с нулевой официальной видимостью. До 100 метров я дошёл, а всё равно ничего не видно. Мне штурман на Глиссаде рассказал, что дальность меньше, меньше, меньше. 100, потом 80, 70, 60, 50. Я где-то метров с 30. Это ореол прожектора. Вертолёт приземлился чётко на посадочную полосу. Испытания летательного аппарата в ночное время среди дрейфующего льда продлились три месяца. Поставленные задачи были выполнены. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Николаю Бездетову присвоили звание Героя Советского Союза. Настоящие герои. Те, кто летит и не знает, вернётся он или нет. Но я так не умел и не любил там. И была возможность мне это дело изменить. И присвоили там, конечно, это звание за невероятные вещи, которые повторить за мной никто ещё не повторил. По мнению, что это невозможно повторить. Главное, считает Николай Павлович, осмыслить перспективу полёта. Ему покорились более 10 типов вертолётов. А 40 лет назад, в июле 1982-го, он поднял в небо знаменитую чёрную акулу. При мне же всё это росло, двигатель увеличился, мощность, устойчивость. Вот и всё, что обещал Камов, всё, в конце концов, получилось. Он стал проще мотоцикла. Вот если бы ты захотел полетать, сел, полетел, прилетел, сел бы и ничего бы с тобой не случилось. Вот ни на одном вертолёте в мире ты этого не сделаешь. В Люберцах семья героя живёт больше 60 лет. Для Николая Бездетного-младшего Николай Павлович пример во всём. Я сомневаюсь, что я стану лётчиком, потому что это очень сложная работа. И я не думаю, что я потяну. Мой дедушка – это особенный человек с точки зрения опыта, потому что он провёл очень большое количество времени в полётах. И, в принципе, очень развитый человек с точки зрения математики, понимания этого мира. И поэтому я ему очень благодарен за то, что он сейчас передаёт нам этот опыт. И вообще всем пытается его передать. Николай Павлович посвятил вертолётам всю свою жизнь. За время работы в опытном конструкторском бюро имени Камова выполнил около 10 тысяч полётов с общим налётом 3200 часов. Сегодня в Люберецком округе живёт один герой Советского Союза. И это заслуженный лётчик-испытатель СССР Николай Бездетнов. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.